Добрый день! В эфире CBC и CBC FM новости. Меня зовут Руфат Халапов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем к этому часу. Погрузиться в самобытный мир культуры кочевых народов в Астане состоялось торжественное открытие пятых всемирных игр кочевников, в которых участвует порядка 2800 делегатов из 89 стран. Азербайджан представит 54 спортсмена в восьми видах спорта. Харрис заявила, что готова к телевизионным дебатам с Трампом. Проведение первых дебатов кандидатов в президенты США запланировано на 10 сентября. Согласно исследованию, рейтинг Трампа составляет 48%, а Харрис – 47%. Крупнейшая в мире выставка потребительской электроники и бытовой техники в Берлине главной темой этого года выбрала «зеленые технологии». Из-за роста цен на электроэнергию и дефицита ресурсов особое внимание уделяется технологиям по энергосбережению. Сегодня в Баку проходит форум азербайджанских ученых, проживающих за рубежом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам форума. Также глава государства направил поздравительное письмо председателю госсовета КНДР Ким Чен Ыну по случаю Дня образования Корейской Народно-демократической Республики. Президент направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Имам Али Рахмону. Ну а подробности в следующих выпусках новостей. Азербайджан работает над тем, чтобы навести мосты между различными игроками на мировой арене. Через два месяца страна будет принимать крупнейшую климатическую конференцию КОП-29. Роль Азербайджана в меняющейся геополитической обстановке возрастает. Сегодня Азербайджан выступает гарантом энергетической безопасности Европы. Ну а подробнее о растущей роли Азербайджана в качестве важного международного игрока поговорим с гостем. На прямой связи со студией председатель общественного объединения Евразийская платформа миграционных инициатив. Азер Аллах Веранов, Азербайджан. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, Азербайджан. Добрый день. Азербайджан. Дело в том, что, во-первых, скажу, что тот форум, который проходил в Италии, в частности Чернобию, он как бы состоял из трех очень важных сессий. То есть в основном в названии сессий вносятся те, скажем, проблемы, которые сегодня актуальны для всего Евразийского континента. Ну в целом, конкретно для Европы и в целом для Евразийского континента. Одна из сессий называлась «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях». То есть это говорит о том, что, во-первых, международный форум Чернобия как раз-таки посвятил свою работу именно тем вопросам, реализацией которых непосредственно занимаются, в частности, стратегические партнеры Италии, ну конкретно Азербайджан. А почему я хочу особо акцентировать свое внимание на этом вопросе? Дело в том, что, во-первых, скажу, что по своей сути вот этот международный форум, он является такой юбилейный. Если я не ошибаюсь, по счету он был 50-й. И Азербайджан на этом юбилейном форуме принимал участие в качестве основного участника. И с отдельным выступлением, с отдельной сессией, которая посвящена именно роли Азербайджана. Безусловно, когда говорят о роли Азербайджана в плане, в интересах или в контексте национальных интересов европейских стран, безусловно, особо затрагивается вопрос энергетической безопасности. Почему? Потому что, как правильно в своем выступлении заметил уважаемый президент, касательно того, что сегодня Азербайджан поставляет свой природный газ 10 странам мира, и 7 из которых как раз-таки непосредственно это члены Европейского Союза. То есть, если взять то, кому поставляется азербайджанский газ в плане Европейского дома, или же отдельных, как говорится, участников, ну, скажем в кавычках, жителей Европейского дома, то это 7 стран, естественно, являются очень важными партнерами для нас. И в этом плане Италия, как раз-таки, является одним из тех стратегических партнеров, с которым у Азербайджана достаточно высокий уровень взаимоотношений, и не только в плане энергетической безопасности. Например, там два очень важных составляющих, как бы, на авансцене. На авансцене появляются две очень важные составляющие. Это, во-первых, вопросы энергетической безопасности, это же торговый обмен между этими двумя странами. Дело в том, что вот за 2023 год торговый обмен достиг достаточно высокой отметки, 16 миллиардов, и, естественно, и есть еще возможность для наращивания вот этого потенциала. То есть это говорит о том, что с Италией у нас достаточно очень-таки тесные взаимоотношения на уровне стратегического партнерства. Я не говорю про те документы, которые были уже подписаны во время вот этого международного форума. И, в частности, эти документы в основном были связаны с вашим вопросом по поводу обеспечения и той роли, которую играет Азербайджан в контексте обеспечения энергетической безопасности. И не только азербайджанского природного газа, а также транзита других газов из других регионов мира в этом плане тоже очень важно. И в этом плане та посредническая роль, которую Азербайджан сегодня играет в контексте поставки российского газа, то есть именно на фоне того противостояния, который имеет между Украиной и Россией, естественно, это является очень важным звеном в реализации и в обеспечении энергетической безопасности. И в этом плане Азербайджан в этом контексте становится не только тем посредником, который играет важную роль в поставке газа в тот или иной европейский регион. А в этом плане Азербайджан становится надежным партнером с одной стороны и гарантом обеспечения энергетической безопасности. Как раз-таки, когда мы говорим о том, что я очень часто говорю о том, что Азербайджан не просто та сторона через территорию, в которой, скажем, реализуются какие-то региональные проекты, логистические проекты, а также проекты, связанные с транзитом газа и так далее. Или же других, например, зеленые энергии и так далее, то, что будет реализовано подночь Черного моря. То есть вот в этом плане я считаю, что Азербайджан является и гарантом реализации вот этих очень важных моментов. То есть, с одной стороны, он является стратегическим партнером, который наращивает вот этот потенциал, но, с другой стороны, у Азербайджана есть и другие перспективы, непосредственно связанные с тем, что он является тем самым связующим звеном. Или же не просто мост диалога, мост, я не знаю, сближения различных позиций, различных полюсов позиций. Здесь уже в этом случае Азербайджан со своей роли, все более усиливающей роли, становится той страной, которая играет как бы своего рода вот такой тементирующий характер, вот этих взаимоотношений. И тем более, что сегодня Азербайджан, находясь на стыке многих таких геополитических путей, маршрутов и так далее, чем самым может играть роль той страны, которая сближает различные полюсы, различные взгляды, различные позиции, а иногда и различные геополитические какие-то интересы. То есть, что очень важно. И, в принципе, господин президент во время своего выступления отметил все эти моменты и буквально по полкам разложил. И, кстати, среди разложенных моментов и разложенных позиций непосредственно очень важный элемент был связан с обеспечением национальных интересов той или иной страны. То есть, вот что очень важно. То есть, сегодня мы с Италией, как бы у Италии есть свои национальные интересы, у Азербайджана, есть свои национальные интересы, совсем другие, различные регионы, Южно-Кавказский регион, Средиземноморский регион, но тем самым азербайджан смог сблизить вот эти национальные интересы и тем самым реализовав ту стратегию, или реализовав, я очень извиняюсь, ту стратегию, которая непосредственно нацелена на обеспечение национальных интересов Азербайджана и Италии. И вот получается, что все-таки та модель, которую сегодня предлагает Азербайджан, в частности, модель сотрудничества, или же стратегию реализации той работы, которая нацелена на все более усиливающее сотрудничество, совсем различных по позиции и по своему характеру, и так далее, и по своей внешней и внутренней политике стран. Тем самым Азербайджан предлагает новую модель, которая всецело направлена на то, чтобы конкретно две страны сотрудничея во благо своих национальных интересов реализует ту модель сотрудничества, которая работает во благо и развития этих двух стран. Вот это что очень важно. Дело в том, что почему я особенно хочу на этом акцентировать внимание, дело в том, что в системе международных отношений за последние 20-30 лет, и тем более, что вот когда происходили большие петрубации в геополитическом плане во всем мире, на авансцену начали выходить так называемые различные центры силы, центры власти, геополитические и так далее, которые начали диктовать свои условия, скажем, членам тем странам, которые входят в тот или иной регион, начали диктовать свои условия даже целым регионом. Например, вот Южный Кавказ был тем самым регионом, где различные, значит, вот эти центры власти, геополитические центры силы диктовали свои какие-то патроналистские, такие вот сверхобщепланетарные какие-то требования и так далее. Вот сегодня Азербайджан как раз-таки та страна, которая в новых геополитических условиях, во-первых, смогла положить конец сепаратизму на своей территории, ничего не могут, этим не могут хвалиться многие страны мира. Я даже не помню за последние 20-30 лет, какая страна либо на своей территории смогла победить сепаратизм. Азербайджан — одна из тех стран, которая сегодня победила сепаратизм, установила полностью свой контроль, суверенитет над всей территорией Азербайджана, над территорией, которая признана международным правом, международным сообществом, что очень важно, чего не скажешь, скажем, про те страны, где сепаратизм сегодня расцветает. А с другой стороны, Азербайджан реализовал вот эту стратегию обеспечения своего суверенитета только своими усилиями, чего не скажешь, скажем, например, про Украину, которая сегодня пользуется огромной поддержкой чуть ли не всего мира и как минимум прогрессивной той части, которая обеспечивает вот эту поддержку Украине и так далее. Но тем самым еще война идет, и по всей вероятности еще долго будет идти эта война. Но тем не менее Азербайджан и в этих вопросах тоже играет свою такую ключевую роль, которая всеценно направлена на то, чтобы обеспечить мир и безопасность. Не только на Южно-Кавказском регионе, но и на около Южно-Кавказском регионе, то есть и в соседних регионах и так далее. В этом плане, конечно, роль Азербайджана, она достаточно-таки ключевая. И я думаю, что вот те геополистические изменения, которые происходят, и происходят именно по инициативе частично и Азербайджана тоже, и с обязательным учетом интересов и реалий Азербайджана. Спасибо за развернутый и полный ответ. На прямой связи со студией был председатель общественного ведения Евразийской платформы миграционных инициатив. Азер Алахвера, до свидания. До свидания. Накануне в Астане состоялось торжественное открытие пятых всемирных игр кочевников. Церемония открытия масштабного спортивного события прошла на стадионе Астана-арена. В начале состоялся торжественный парад стран-участниц. Среди прошедших перед трибунами атлетов были и азербайджанские спортсмены. Церемония открытия включила процедуру выноса и поднятия государственного флага Казахстана и флага всемирных игр кочевников, а также исполнение государственного гимна РК и гимна всемирных игр кочевников. На церемонии выступил президент Казахстана Касым Жомар Токаев, который официально объявил игры открытыми. На лучших спортивных площадках Азербайджана пройдут соревнования по 21-му соревновательному виду спорта. В их числе конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязаниях на лошадях, народные игры. В рамках этого масштабного мероприятия на 10 гектарах развернулся этно-аул «Мир кочевников», где каждый сможет познакомиться с самобытной культурой кочевых народов. Пятые всемирные игры кочевников продлятся до 13 сентября. В мероприятии примут участие порядка 2800 участников из 89 стран. Азербайджан представит 54 спортсмена в 8 видах спорта. Всего на играх будут разыграны 97 комплектов медалей в 27 одном виде спорта. Вице-президент США, кандидат в президенты страны от демократической партии Камала Харрис, заявила о готовности к телевизионным дебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом. Об этом сообщают журналисты Белого дома. Харрис, отвечая на вопросы журналистов, заявила, что готова 10 сентября провести дебаты с Трампом. Тем временем в штабе республиканцев опасаются, что Трамп может проиграть предстоящие дебаты. Вице-президент США Камала Харрис, являющийся кандидатом на высший государственный пост от демократической партии, заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом, республиканцем Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Харрис к дебатам с Трампом, вице-президент подняла большой палец вверх. Тем временем, по сообщению издания «Политику», союзники Трампа опасаются, что он может проиграть дебаты с Харрис. Так, представители республиканской партии и советники Трампа призывают его сосредоточиться на критике ее политической деятельности. Однако он дает понять, что не заинтересован в том, чтобы отступать от личностных нападок. Эти дебаты, как передает политику, должны стать наилучшим шансом для лидера республиканцев восстановить свои позиции в предвыборной гонке. «Нами управляют глупые люди, и мы это выяснили на дебатах с Байденом, и снова это выясним на предстоящих дебатах. Харрис даже хуже Байдена. Они ждут дебатов, и знаете, если я уничтожу ее в дебатах, они все равно скажут, что я потерпел унизительное поражение, несмотря ни на что. Харрис сейчас репетирует выступление на дебатах. Ей нужно многому научиться. Она отгородилась от всех и зазубривает речь». Результаты последнего опроса, проведенного американской газетой «Нью-Йорк Таймс» и институтом «Сиена Колледж», показали, что Трамп и Харрис имеют почти одинаковый уровень поддержки среди избирателей в США. Согласно исследованию, рейтинг Трампа составляет 48%, а Харрис – 47%. 10 сентября состоятся первые дебаты кандидатов в президенты США. Они пройдут на площадке телеканала ABC News. Трамп назвал телеканал самым грязным и нечестным. Однако отметил, что его заверили, что полемика будет честной и равной, а стороны не получат вопросы заранее. Микаэл Таутиев, CBC. Израиль нанес удары по пяти военным объектам Сирии. Авиаудары по сирийским городам привели к гибели по меньшей мере пяти мирных граждан. Еще 19 человек получили ранения. Как отмечают СМИ, в ходе ракетного удара Израиля по территории Сирии могли быть поражены иранские объекты в этой стране, в том числе база по производству ракет. Армия обороны Израиля нанесла крупные авиаудары по пяти военным объектам Сирии в провинциях Дамаск, Тартус, Хомс и Хама, сообщают сирийские СМИ. Отмечается, что за первым обстрелом последовала вторая серия авиаударов. Директор национальной больницы в Масяфе Фейсал Хайдер рассказал местным СМИ, что израильская агрессия привела к гибели пяти и ранениям 19 мирных жителей. Считается, что область Масяф, расположенная к западу от провинции Хама, используется в качестве базы проиранских формирований. Как отмечают СМИ, целью удара Израиля по Сирии могла стать именно база Ирана по производству ракет. Цахал произошедшее пока не комментировал. Напротив, министр обороны еврейского государства Юаф Галланд заявил об эскалации конфликта на севере сектора Газа. В Газе нам необходимо достичь двух наших целей – уничтожить Хамас и вернуть заложников. Все силы направлены именно на решение этих вопросов. В то же время мы смотрим на все фронты войны, и это означает, что мы готовимся ко всему, что может произойти на севере. Между тем, ситуация в Газе остается сложной. Как сообщает Ближнее Восточное агентство ООН, более 620 тысяч палестинских учащихся остались без доступа к образованию, поскольку 85% учебных заведений в секторе Газа были повреждены или разрушены в результате боевых действий. На преодоление физического и психологического ущерба, нанесенного последним конфликтом, потребуется много времени. Группы ООН по оказанию помощи детям работают над тем, чтобы все дети могли вернуться в школу. Образование нельзя отнять. Дети и их обучение всегда должны быть защищены. Как говорится в заявлении органов здравоохранения Газа, число погибших палестинцев в результате продолжающихся израильских атак на сектор Газа приблизилось почти к 41 тысяче человек. В департаменте гражданской обороны в Газе также заявили, что замдиректора департамента Мухаммед Мурси и четыре члена его семьи были убиты в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Авиаудар был направлен по дому семьи Мурси в лагере беженцев Джабалия. Израильская сторона пока не отреагировала на эти заявления. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к более быстрому переходу к мирному регулированию конфликта в Украине, чем сейчас кажется возможным. Политик также выступил за участие России во втором мирном саммите по Украине. Подробнее в следующем материале. Вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. Канцлер добавил, что это мнение с ним разделяет и украинский президент Владимир Зеленский. Второй мирный саммит, как ожидается, пройдет в ноябре этого года. Новая мирная конференция по Украине будет проведена в любом случае. Президент Украины Владимир Зеленский и я сходимся во мнении, что Россия должна быть на ней представлена. Олаф Шольц призвал к более быстрому переходу к мирному регулированию конфликта в Украине, чем сейчас кажется возможным. Кроме того, немецкий лидер сообщил, что у него состоялся очень доверительный разговор с Зеленским. Шольц заявил, что у него хорошее отношение с президентом Украины и обещал сделать всё возможное, чтобы убедиться, что Киев получает поддержку. Думаю, что сейчас настал тот момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем перейти от этой военной ситуации к миру быстрее, чем кажется сейчас. На этой неделе президент Зеленский в интервью каналу NBC заявил, что представители России должны приехать на второй мирный саммит, так как без их участия завершить конфликт дипломатическими усилиями очень сложно. Первый саммит состоялся 15-16 июня в Швейцарии. В нём участвовали представители более 90 стран, однако Россия не была приглашена. На мероприятие обсуждались несколько пунктов из формулы мира Зеленского. Затем в конце августа глава Украины сообщил о разработке плана победы Киева, который будет представлен США. Он содержит пять пунктов, в том числе операцию в Курской области. Украинский лидер пообещал, что подробный план окончания войны будет готов ко второму саммиту мира. В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова вернуться к переговорам с Киевом, но на основе соглашения, которое было достигнуто в Стамбуле весной 2022 года. При этом посредниками в мирных переговорах по мнению Кремля могут стать Китай, Индия и Бразилия. По меньшей мере 48 человек погибли в воскресенье в результате взрыва бензовоза на оживленном шоссе в штате Нигер в центральной части Нигерии. Об этом сообщили местные власти. Отключается, что бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим скот на шоссе Бида-Агай-Лапае, после чего взорвался. Плана пожара охватило два других автотранспортных средства, в которых находились люди. В настоящий момент проводится операция по поиску тела жертв, которые, предположительно, могли быть забракированы в автомобилях. Супертаифун Яги, ударивший по Вьетнаму, унес жизни более 10 человек, почти 200 пострадали. Самый мощный удар пришелся по столице, городу Ханой. Также пострадали портовые города в северной провинции. По данным Национального комитета по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам стихия повредила в этих регионах более 400 опор линий электропередачи и 27 электроподстанций, что привело к перебоям в электроснабжении. Свыше 121 тысячи гектаров посевных площадей были затоплены. В прибрежных районах потоплены или пропали 38 кораблей и рыбацких лодок. Ущерб, нанесенный Хайфону, чрезвычайно велик. Большую часть крыши снесло, потолок обвалился. Может потребоваться 3-4 года, чтобы это место снова приняло прежний вид. Потому что ущерб действительно велик. Окрестности выглядят как в день апокалипсиса. Никогда еще шторм не наносил нам такого ущерба. Некоторые семьи просто не успели перебраться на возвышенность, когда пришла вода. Теперь наши мотоциклы, бытовая техника, стиральные машины, холодильники – все затоплено. Вода еще не отступила, поэтому мы не смогли оценить ущерб. Но можем сказать, что он серьезный. Город Гума, расположенный в восточной части Демократической Республики Конго, находится на грани санитарной катастрофы. Регион столкнулся со вспышкой вируса оспы обезьян. И число подтвержденных случаев заболевания продолжает стремительно расти. По данным африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, на континенте наблюдается тревожная тенденция роста случаев заражения оспы обезьян. С начала 2024 года в Африке уже зарегистрировано 24 тысячи предполагаемых случаев инфицирования и 643 смерти от данного заболевания. Эпицентром вспышки вируса стала Демократическая Республика Конго. На которую приходится 90% всех зарегистрированных случаев. Город Гома с населением более 700 тысяч человек сталкивается с серьёзными трудностями в системе здравоохранения. Из-за нехватки ресурсов, отсутствия надлежащего контроля и надёжной отчётности о заболеваниях, усилия по сдерживанию распространения вируса оказываются безрезультатными. Андерсон Калули, пациент, заразившийся вирусом, призывает местное сообщество соблюдать меры предосторожности. Я подхватил эту болезнь прямо здесь, в городе. Никуда не ездил, чтобы заразиться. Я прошу всех тщательно соблюдать меры предосторожности. Это очень заразная болезнь. И при контакте с инфицированным человеком можно легко заболеть. Неосведомлённость населения о вирусе – одна из главных причин, способствующих распространению заболевания. Местные органы здравоохранения сообщают, что, несмотря на усилия по информированию граждан, дезинформация относительно вируса продолжает оставаться на высоком уровне. Люди не проявляют никакой обеспокоенности, потому что мало кто проинформирован. Я думаю, что ВОЗ вместе со своими партнёрами должна повысить осведомлённость, чтобы население знало, что это серьёзная проблема. В противном случае мы можем не справиться с этим вирусом. Демократическая республика Конго, которая получила первую партию доз вакцины от ОСП и обезьян, в настоящее время разрабатывает стратегию для распределения и вакцинации. Особое внимание уделяется восточной части страны, где зарегистрировано большое количество заражения. Однако, когда именно начнётся вакцинация, пока остаётся неясным. Жители страны продолжают надеяться на скорейшее решение этой проблемы. Микаил Таутиев, Гельнур Самедова, Си-Би-Си. Турция должна усилить свою инвестиционную привлекательность. Важно сохранить в стране существующий иностранный капитал. Об этом заявил президент швейцарской торговой палаты в Турции Арпад Шенуджак. По его словам, в экономике республики наблюдается положительная динамика. Ну а подробнее об этом в нашем следующем материале. Начиная с 90-х годов прошлого века, Турция находится в привилегированном положении по таможенным вопросам с Европейским Союзом. Сейчас обсуждаются возможности обдавления и модернизации. Президент швейцарской торговой палаты в Турции Арпад Шенуджак в эфире Bloomberg HD рассказал о возможности увеличения инвестиционной привлекательности страны. В качестве швейцарской торговой палаты мы создали структуру в Брюсселе. Её целью является поддержание контактов с европейскими учреждениями, обеспечение связи с европейскими столицами и, таким образом, лучшее представление Турции в плане инвестиций. Мы находимся в тесном контакте с министерствами страны и надеемся на прогресс со стороны Таможенного Союза ЕС. Турция должна усилить свою инвестиционную привлекательность, чтобы в страну поступал капитал, а существующие инвестиции не уходили. В настоящее время они сохраняют свои позиции, но я не знаю, что произойдёт в долгосрочной перспективе. Для устранения проблем в экономической системе республики необходимо продолжать проводить сильную политику, считая Шенуджак. На данный момент сохраняется положительная динамика. Турция должна создать основу для ведения бизнеса и обеспечить доверие к независимости отечественных иностранных институтов и верховенству закона, отметил представитель торговой палаты. Привлекая больше инвестиций, мы сможем увеличить также и экспортные статьи. Швейцария является восьмым крупнейшим инвестором Турции. В привлечении капитала выделяются секторы финансовых услуг, строительных материалов и здравоохранения. Кроме того, несколько лет назад были сделаны важные вложения в сфере продуктов питания и напитков, электронной коммерции и энергетики. Также растут производственные мощности и открыты новые заводы. В последнее время мы не видели, чтобы швейцарские инвесторы покидали турецкий рынок. Напротив, они пытаются укрепить здесь свои вложения. Глава швейцарской торговой палаты в Турции также прокомментировал вопрос членства страны в БРИКС. По его словам, вполне логично для республики искать новые платформы для сотрудничества. Об этом говорят давно и уже обсуждаются более конкретные события. На самом деле БРИКС является скорее платформой сотрудничества, экономическим блоком. Но у него нет институциональной структуры, формы управления и центра, сравнимого с ЕС или НАТО. Поэтому они могут быть не замены друг другу, а скорее альтернативами. Для Турции вполне логично искать альянсы и сотрудничества. Если мы осуществляем их в рамках разумной политики, и если это соответствует нашим интересам, почему бы и нет? Увеличение инвестиций является одной из целей, объявленной на днях правительством Турции среднесрочной экономической программы на 2025-2027 годы. К слову, по данным Центрального банка Азербайджана, в первом квартале текущего года в экономику Турции инвестировано 40 миллионов долларов. Это вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На выставке IFA Berlin 2024 – крупнейшим мировым событием в сфере потребительской электроники и бытовой техники – главной темой стали зеленые технологии. В условиях растущих цен на электроэнергию и ограниченных ресурсов, внимание сосредоточено на продуктах и решениях, способствующих экономии энергии и снижению расходов. Зеленые технологии стали главной темой IFA Berlin 2024 – крупнейшей в мире выставки потребительской электроники и бытовой техники. Наибольшее внимание в столице Германии сегодня привлекают продукты, которые помогают экономить энергию и снижать расходы. Одним из примеров является холодильник, потребляющий всего 105 киловатт-часов энергии в год вместо привычных 400 киловатт. Также на выставке представлена морозильная камера с изоляционной панелью из спирлита – материала, создающего вакуум внутри устройства, что позволяет ему эффективно сохранять холод. Наша цель – стать устойчивой компанией, и мы учитываем весь жизненный цикл продукта, чтобы максимально снизить его влияние на окружающую среду. Основное воздействие на экологию происходит на этапе использования. Поэтому, представляя энергоэффективные приборы, мы действительно помогаем сохранить ресурсы. В условиях роста цен на электроэнергию и ограниченных энергоресурсов на выставке особое внимание уделяется технологиям, способствующим энергоснабжению. Одним из таких решений является интеллектуальное зарядное устройство, которое помогает снизить расходы на энергию как для отдельных пользователей, так и для семей. Устройство автоматически накапливает электроэнергию, когда она стоит дешевле, и использует её, когда цены повышаются. Эта система позволяет нам эффективно использовать динамику рынка электроэнергии. Мы можем заряжать аккумуляторы, когда стоимость энергии минимальна, а затем использовать накопленную энергию в доме в периоды, когда электроэнергия становится дорогой. Это снижает стоимость электроэнергии примерно до 6,8 евроцентов за киловатт-час, тогда как средняя цена в Германии составляет около 40 евроцентов за киловатт-час. По данным организаторов, в этом году выставка в Германии собрала более 1800 участников из разных уголков мира, 125 ключевых спикеров и более 182 тысяч посетителей из 139 стран. В мероприятии, приуроченном к столетию выставки, мировые технологические лидеры демонстрируют свои передовые инновации. Накануне состоялась церемония закрытия 16-х летних паралимпийских игр в Париже. Тысячи людей собрались на стадионе Стаде-Франс. В церемонии участвовали 169 делегаций участниц игр. Мэр Парижа вручила паралимпийский флаг президенту Международного паралимпийского комитета, который затем передал его мэру Лос-Анджелеса. Именно этот город примет Олимпийские и Паралимпийские летние игры в 2028 году. Азербайджан завершил летние Паралимпийские игры в Париже на 28-м месте. Члены азербайджанской сборной завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. Золотые медали выиграли паратэквондист Имамитин Халилов, паратлеты Саид Нажевзаде, Ламья Вилиева и Орхан Асланов. Особо отличилась Ламья Вилиева, которая стала двукратной паралимпийской чемпионкой. Помимо золота она записала в Париже в свой актив и серебряную награду. Также серебро и две бронзы выиграл трехкратный паралимпийский чемпион предыдущих игр в Токио параплавец Роман Салей. Третье место на пьедестале почета заняли и паратэквондист Сайбир Зейналов, параплавец Велис Рафилов и парадюдоист Ильхам Закиев. 11 медалей – отличный показатель, учитывая тот факт, что Азербайджан на паралимпиаде представляли 19 спортсменов в 7 видах спорта. Победу в медальном зачете одержал Китай. На втором месте расположилась команда Великобритании, а на третьем – спортсмены из США. Это были все актуальные новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий вместе с CBC и CBC-FM. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!